Доброе утро! На 12-м канале Час Новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Объявили охоту на четвероногих. В Чукаловском поселке начали отстрел собак. Кого подозревают в нечеловеческой жестокости? В списке лидеров омские знатоки. Честно говоря, наша задача была занять не последнее место, но вот мы с ней успешно справились. Амичи стали призерами чемпионата мира по интеллектуальной игре «Что, где, когда, над какими вопросами им пришлось поломать голову». Заставили переписать от руки. Что интересно, каждый участник акции переписывает Достоевского в полном одиночестве. В Омске прошла акция, посвященная дню рождения Достоевского. И возвращается в строй форвард омского авангарда Николай Лемтюгов. Впервые появился на публике после выписки из больницы. Амичи подняли тревогу из-за отстрела в Чукавовском поселке бездомных собак. На глазах у одного из зоозащитников бригада по отлову животных выстрелила дротиком в пса, после чего тот упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Вонтеры полагают, что отстрел ведется не просто снотворным, а сильнодействующим препаратом. Пса чудом удалось спасти, его сразу увезли в ветеринарную клинику. Граждане питают иллюзией, что увоз животных осуществляется в приют. Замечательный приют, куда может прийти хозяин, посмотреть свою собачку и забрать ее обратно. Куда может прийти волонтер, там устроить судьбу этой собачки. На самом деле, животное первое. Не факт, что доезжает, как мы видим в сегодняшней ситуации, живым до приюта. Парализация дыхания, где-то передозировка. Ветеринары сейчас следят за пострадавшей собакой, пока ее состояние остается тяжелым. Но между тем, на днях на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект об усилении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы. Ныне действующие правила такого строгого наказания не предусматривают. Несмотря на похолодание, лед, который уже образовался на водоемах области, слишком непрочным. В связи с этим, Главное управление региональной безопасности напоминает и мечам о мерах безопасности. Выходить на замерзшие водоемы можно только в том случае, если толщина льда составляет не менее 7, а выезжать на машине, если не менее 30 сантиметров. Прочным считается лед с зеленоватым или синеватым оттенком, а мутные, серо-желтоватые, пористые и хрупкие. Крайне опасны места вблизи сброса теплых и горячих вод промышленных предприятий, а также там, где растет камыш или другие водные растения. Специалисты советуют при переходе через реку пользоваться только ледовыми переправами, а если вы идете группой, держаться друг от друга на расстоянии не менее 5 метров. У 50-омских школ появятся новые пешеходные переходы. На проблемных участках вблизи учебных учреждений Ленинского, Советского и Кировского округов установят современные светофоры, работающие от солнечных батарей. Также дорожные знаки со световозвращающими элементами. Их будет хорошо видно в темное время. Обустройство переходов начнется в следующем году. Оно обойдется федеральному региональному бюджету в 4,5 миллиона рублей. Но вообще, только с начала этого года по всему городу обновили больше двух сотен переходов. У 220 школ в этом году нанесена дорожная разметка бело-желтого цвета. Обновлены у всех школ дорожные знаки на счетах желто-зеленого цвета. В этом году у 42 школ установлены импульсные светофоры Т7. Мы будем продолжать работу не только у школ, и у детских садов, и у школ искусств. Между тем, госавтоинспекция совместно с городским департаментом транспорта продолжает мониторить проблемные переходы вблизи учебных учреждений, а также проводить открытые уроки со школьниками, на которых рассказывают о соблюдении правил дорожного движения. Поклонников творчества Федора Достоевского отправили на каторгу, заставили 6 часов переписывать великого классика от руки. Такая необычная акция, которую организаторы назвали жертвоприношением, прошла в Омской крепости в честь 196-й годовщины со дня рождения писателя. В создании рукописи по запискам из мертвого дома приняли участие больше сотни мечей, но уже на этой неделе ее передадут в музей имени Достоевского. Одну из страниц произведения «Обытие сибирских катаржан» переписала и Екатерина Булучевская. Раскрыть тайны произведений Достоевского сложных и многогранных, как жизнь самого известного классика, Юлия Дурманова пытается уже больше трех лет. Уверяет, перечитала десятки произведений, но понять мировоззрение писателя и ответить на вопрос, в чем же загадка русской души, пока так и не смогла. Поэтому и решила не читать Достоевского, а переписать его. Не всего, конечно, пару страниц. Так студентка педуниверситета стала участницей акции жертвоприношения, которую провели в городе в день рождения писателя. Это вдохновляет. Ты пишешь эти строки и осознаешь, что в какое-то время их писал сам Достоевский. Ты пытаешься это представить, как это было, как он это видел, как он старался это перенести. В рамках акции о мечам предложили создать рукопись по запискам из мертвого дома. Что символично, ведь над этой документальной повестью о быте заключенных классик трудился, пока сам отбывал наказание в омском остроге. Особую атмосферу придало и место жертвоприношения. Омская крепость не только историческое сердце города. Именно вблизи нее располагался тот самый мертвый дом. Что интересно, каждый участник акции переписывает Достоевского в полном одиночестве. Как утверждают организаторы, такой своеобразный флешмоб – это не тотальный диктант, а настоящий писательский труд. Участник берет лист и, собственно, начинает переписывать определенную страницу. Причем не ту, которую он выберет, а по порядку. А когда все участники закончат переписывать записки из мертвого дома, полученную необычную рукопись организаторы передадут в Литературный музей имени Федора Михайловича Достоевского, который примет ее на экспонирование. Время для переписания одной страницы ограничено. Максимум 5 минут. Но, как говорят организаторы, для современной молодежи, избалованной гаджетами, даже такое небольшое количество времени, потраченное на написание текста с помощью обычной ручки, уже своего рода жертвоприношение. Отсюда и такое необычное название акции. Мы все пришли и тут проводим столько времени. Какую-то жертву приносим – приносим. А Федор Михайлович вообще много времени провел в этом городе. Вот примерно где-то условно в этом месте. Так что нет какого-то одного объяснения. Но есть какие-то смыслы, которые можно по-своему интерпретировать. Необычное жертвоприношение великому классику – авторское, не имеющее аналогов акции. Но все же не единственное. Так в течение прошлого года сотрудники музея имени Достоевского рассказали о мечам два десятка самых необычных историй из жизни писателя. А жители гадкого пыльного городишка, в свою очередь, вслух прочитали в стенах музея несколько произведений загадочного гения. Екатерина Булучевская, Вадим Насардинов, 12 канал. В Омск едет Дед Мороз целых два дня. На этой неделе главный детский волшебник проведет в нашем городе. Свою традиционную предновогоднюю поездку по российским городам Дед Мороз начал 1 ноября, а 16-18 числа будет гостить в Омске. За это время он навестит ребятишек из детских домов и адаптивных школ. Волна в четверг в 16.30 устроит представление для всех желающих в сквере имени Дзержинского. Дед Мороз будет выступать на сцене со своими сказочными помощниками. Праздничная программа продлится около получаса. Посетить выступления смогут как маленькие, так и взрослые. Вход для всех бесплатный, но и, конечно, не обойдется без подарков. Омские знатоки стали призерами чемпионата мира по интеллектуальной игре «Что, где, когда». В международных соревнованиях, которые прошли в столице Казахстана, приняли участие 70 команд из 20 стран мира. Интеллектуальная борьба была настолько сложная, соперники такие сильные, что наша команда даже не рассчитывала на призовые места. Ведь это был первый опыт участия омских знатоков в подобных турнирах. А среди соперников оказались такие мэтры знаменитой телеигры, как Александр Друсь или Максим Поташов. О том, какой ценой досталось серебро турнира, в нашем материале. Сидеть за кругом столом и отвечать на вопросы эти люди привыкли. Вот только задает их обычно не журналист, а господин ведущий. За два дня на чемпионате мира по «Что, где, когда» омская команда ответила на 120. 36 из них оказались верными. Они и принесли серебряные медали в своей группе. Честно говоря, наша задача была занять не последнее место. Но вот мы с ней успешно справились. Похвастаюсь, что мы сделали кучу фотографий с разными известными людьми. С теми, кто, собственно, обычно в телевизоре. В Астану приехали 69 команд из 27 стран. На любительском чемпионате почти все как в Астанкино. Шесть человек за столом, минут на обсуждение, есть даже блиц. После принятия решения капитан в течение 10 секунд записывает выборную версию на бумаге. Важен каждый балл. Поэтому, чтобы добиться правильного ответа от команды, все средства хороши. Иногда приходилось и повышать голос. Когда есть цитнот по времени, то человек, особенно увлекающийся рассуждениями, может просто увлечься и выпасть. И таким образом можно просто вернуть его к столу и привлечь себя на помощь. Делегация от Омска – сборная. В ней члены двух команд города – Ромашка и Вова и Медведь. Для чемпионата выбрали лучших. Тренировались почти каждый день. Следили за последними новостями, читали исторические произведения. По субботам проводили турниры. Чтобы держать планку, приходилось даже идти наперекор своим интересам. Читать «Гарри Поттера» и группы «Истолов» и смотреть клипы группы «Ленинград». И он говорит, слушай, там вышел новый клип, он буквально только-только вышел в этот день. Говорит, надо его обязательно просмотреть на несколько раз, потому что чувствую, по вот этой ажиотаже, который поднялся, он скоро попадет, что и никогда. И реально попал. Потом начали спрашивать создателя «Лабутенов», что оказывается его тоже зовут «Лабутен». Следующие игры пройдут ровно через год в Ереване. А мячи снова будут стараться попасть на чемпионат мира. Сначала пройти в отборочный тур, а потом в группу команд с более высоким рейтингом. Татьяна Денисова, Илья Яковленко, 12 канал. Мячи просят не подкармливать перелетных птиц. Это может обернуться для них настоящей бедой. Как пояснили специалисты регионального Минприроды, в период осенней миграции дикие утки или гуси вместо кратковременной остановки могут надолго задержаться на озерах или прудах, где есть пища. Перенатые просто привыкают к постоянной опеке людей, становятся ручными и не улетают даже в том случае, если водоем замерзает. Вот если птицы в силу каких-либо причин остались зимовать, тогда без помощи человека им точно не обойтись. В этом случае в качестве меню можно использовать птичий комбикорм, ячмень или овес, проса, овсяную крупу, пшеницу. Вот давать птицам, например, черный хлеб, сдобу, острые соленые продукты не рекомендуется. О спорте «Омский авангард» объявил набор юных болельщиков. Презентация нового проекта состоялась в минувшие выходные. Еще ближе к любимой команде могут стать дошколятые подростки от 5 до 16 лет. В клубе ребят ждет насыщенная программа. Прежде всего, это экскурсии на арену Омск, встречи с действующими игроками молодежной и взрослых команд, так также курс лекций. Преподавать болельщикам будут английский язык, актерское мастерство и ораторское искусство. При этом учителями, в числе прочих, станут голос арену Омск Надежда Демчева и комментатор 12-го канала Максим Гречанин. Получать знания о хоккее и про хоккей, а также возможность посещать совместные с клубом мероприятия, знать жизнь хоккейную изнутри. Из-за кулисья мы им тоже покажем большой хоккейной семьи. Обещают юным болельщикам и встречи с именитыми хоккеистами. В числе первых клуб посетили капитан авангарда Евгений Медведев и вратарь Олег Шилин. Настоящим сюрпризом для собравшихся стало появление Николая Лемтюгова. Это первый для хоккеиста выход в свет после перенесенной операции по удалению селезенки. Изрядно похудевший форвард команды рассказал, что чувствует себя лучше и в очередной раз поблагодарил болельщиков за оказанную поддержку. Чувствую получше себя с каждым днем. Есть моменты, которые надо поправлять, а так в целом нормально. Очень благодарен всем тем людям, которые просто писали, но первое время не мог мне ответить, не как-то отблагодарить. Но так как долгое время проводил реанимацию, но когда уже попал в палату, включил телефон и увидел, что у меня там 600 смс. Впереди у хоккеиста продолжительный реабилитационный период. Его он проведет в Германии. После короткой рекламы прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Продолжение следует... А мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены! Сосиски молочные особые. 1 килограмм 199 рублей. Сельдь специального посола «Балтийский берег». 650 грамм 105 рублей. Фарш цыпленка-бройлера 103 рубля за килограмм. Низкоцен называемский наш любимый магазин! Адрес точно тот, а вход... Двагис покажет не только адрес организации, но и вход. Детальные информации о городе. Скачайте бесплатно. Двагис, если быть точным, работает оффлайн. И о погоде. Сегодня, 13 ноября, по области в Омске облачь на снег. Температура воздуха в районах в дневные часы минус 2, минус 3. В Омске днем 1 градус ниже нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости. Следующий выпуск смотрите в 14 часов. Эфир 12 канала продолжит программа «Спортивный регион». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова